От чего страдает леди Гага? Как объехать 600 лежачих полицейских на одном километре? И сколько стоит портативный пивной заводик? Об этом и не только в нашем обзоре. Генпрокуратура Испании открыла 700 уголовных дел в отношении мэров каталонских городов, чиновников и общественных деятелей. Их подозревают в подготовке референдума о независимости Каталонии. Начато судебное преследование. Если вину докажут, тогда возможно сепаратистов задержат. Накануне парламент Каталонии постановил провести соцопрос о независимости региона. Портативную пивоварню выставили на продажу в Чехии. Все производство поместили в обычный железнодорожный контейнер. Вот такой заводик стоимостью 120 тысяч долларов может производить 950 литров пенного в неделю. Стоит только подключить его к источнику воды и электричеству. Если следовать правилам, пиво будет вкусным, уверяют разработчики. Компания уже получила заказы из Таиланда и Танзании. Леди Гага больна. Артистка призналась журналистам, что хронически страдает фибромиалгией. Такое заболевание встречается всего у 4% людей. Пациенты постоянно испытывают мышечно-скелетную боль. У них также синдром хронической усталости и повышенная чувствительность к холоду и духоте. Впервые Леди Гага столкнулась с симптомами 4 года назад. С тех пор недуг не отступает. Швейцарский лыжник Андрей Рогетли опубликовал видео о своей паркур-тренировке. Спортсмен вместе с тренерами разработал новую полосу препятствий, которую сам ежедневно преодолевает. Такой паркур совершенствует координацию движений и тренирует выносливость. Рогетли готовится к зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пьенчхане. Свои тренировки публикуют в интернете не впервые. Но каждый раз эта новая полоса препятствий еще сложнее предыдущей. Выставку ветроэнергетики в Германии закрыли из-за шквального ветра. Посетители и участников срочно эвакуировали из павильонов. Позже в городе Хузум начался ливень, он длился весь день. Такую выставку новинок ветрогенерации в Германии проводят регулярно. Но вот шквал атаковал ее впервые. 600 лежачих полицейских на один километр дороги установили строители в Китае. Преграды выложили с интервалом в полтора метра. Конечно, ехать по такой дороге практически невозможно. И на этих кадрах это хорошо видно.